всех приветствую друзья с вами снова я макс это канал шестеренка и сегодня на моем обзоре продолжение истории про бегу t4 про моё моноколесо которое я приобрел 7 месяцев назад для себя откатал я на нем 250 километров потом была зима я его делал пытался довести скажем так до ума и сейчас на нем пробег 500 километров ну 490 в общем с копейками получается я откатал до зимы 250 и вот сейчас прежде чем заснять для вас видео я катал еще 250 километров специально чтобы протестировать все что я сделал чтобы грубо говоря быть не голословным давайте начнем с самого начала после того как я приобрел бегу t4 я снял для вас видео если вы его не видели обязательно посмотрите я рассказал про все его недостатки что мне понравилось что не понравилось и в общем стал потихоньку учиться на нем ездить естественно научился и однажды я забрел на телеграм-канал бегу t4 отличный телеграм-канал обязательно ссылку оставлю внизу там очень много лишней ругани но в любом случае там сидят отличные ребята которые помогут вам если вдруг вы только приобрели ваш бегут и у вас какие-то проблемы обязательно залазьте туда задавайте вопросы я думаю вам с радостью и с удовольствием помогут и расскажут что делать если у вас бегутом все в порядке и у вас нет никаких проблем лучше туда не лазить иначе проблему сто пудово появится но по крайней мере что-то разобрать и проверить у вас точно идеи возникнет поэтому если все нормально катаетесь пока не сломается потом к сломается тогда уже залазите ну может я не прав меня ребят как раз залезут и в комментариях поправят и так что я сделал что у меня было как вы знаете одна из самых главных проблем была на моторах zx они стояли на первой версии бегут t4 и они сворачивались то есть получается нам все внутри проворачивалась и человек грубо говоря падал на скорость у меня этого не было мой мотор zx отработал нормально но после того как я познакомился с этим телеграм-каналом я естественно ну как я мог наступила зима я решил все это дело проверить я раскрутил колесом все это дело отснял и отправил продавцу на алиэкспресс я говорю слушай проверь пожалуйста вот так и так у меня все нормально он говорит слушай я ничего не знаю я сейчас все отправлю производителю, он все это дело отправил производителю, естественно, производитель написал, мы ему вышлем типа новое колесо, оплати там, по-моему, 4 с чем-то тысячи я заплатил за доставку. Я думаю, ну, в любом случае за 4 с чем-то тысячи будет у меня дополнительное колесо. Короче, я заплатил за доставку, буквально через месяц мне пришло новое колесо, это QES. Что могу сказать сразу про колесо? Давайте начнем с этого. До этого я ездил на ZX, я, честно говоря, что сейчас, что до этого больше 45 километров ни разу не разгонялся, поэтому по скорости они для меня абсолютно одинаковые. Я понимаю, что вообще в теории ZX оно быстрее, то есть, да, оно раскручивается, если я не ошибаюсь, до 78 там километров, это раскручивается до 68, по-моему, километров. Ну, может быть, я чуть-чуть ошибаюсь, но плюс-минус где-то у них десятка разницы, то есть на ZX по идее у вас есть запас. Тут его типа нету, но, честно говоря, для меня это никак не влияет, потому что, ну, я реально больше там 40-45 километров не собираюсь ездить и мне это выше крыши. Мне кажется, оно стало более мощным. У меня около дома есть четыре ступеньки и такой поручень, за который я все время подъезжаю к подъезду, грубо говоря, хватаюсь за поручень и на ZX пытался заехать так, и я чувствовал, что ему тяжело. Здесь такого ощущения нет. У меня впечатление, что ты хватаешься, так чуть-чуть наклоняешься, он сам по лестнице, тык-тык-тык-тык-тык, поднялся вообще без всяких проблем, поэтому мне кажется, возможно, я и ошибаюсь, что оно стало помощнее, но менее быстрое, скажем так. Возможно, это и ошибка, не знаю, обязательно напишите внизу в комментариях, что вы думаете, либо это я просто себе уже нафантазировал, что типа оно медленнее, значит, должно быть мощнее, не знаю, возможно, но мне показалось, что оно действительно мощнее, потому что я вот сейчас был в лесу, мы катались по горам, прыгали там, оно просто офигенно тянет, мои 85 килограмм просто как пушинку поднимают, честно вам скажу. В общем, прислали они мне колесо, естественно, я опять почитал. Естественно, я залез в группу, уже холодало, и была такая проблема, что при температурах там 5 градусов, а то и минус, в общем, у меня где-то было 10 градусов, проблем у меня ни разу не было, говорят, что отключается, типа экран не включается, и отключается свет. Я думал, блин, ну надо же это проверить. Когда наступил мороз, ночью я вытащил колесо на балкон, поставил его надолго, включаю, не включался экран, была такая же проблема. Ну, честно вам сказать, я особо не парился, потому что, ну, я не собирался такой мороз выезжать, и мне как-то было пофигу. Но я думаю, надо заснять все и отправить моему бедному продавцу. Короче, я все это дело снимаю, отправляю ему. Мне высылают вот такие вот три платы, то есть две маленькие, одну плату зарядки. Я не знаю, почему плата зарядки мне пришла, то есть не материнская плата, а вот плата, куда вставляется, грубо говоря, зарядное устройство, и две платы, которые, я так понимаю, каким-то образом отвечают за вот электричество, которое подается на экран, и от чего он, в принципе, отключался. Слаботочка, или как она называется, не буду даже спорить. Ну, раз они есть, надо поменять. Я поменял, проверил его на морозе, как раз была зима, все отлично, все работает, проблем никаких нету. Что касается прошивки, я поставил прошивку последнюю, по-моему, 0.4 она называется, для первой версии, потому что для второй она не ставится, хотя мне продавец писал, у тебя, типа, все новое, колесо новое, типа, надо ставить вторую. Вторую, естественно, ставится только на новую материнку, так как у меня старая, все поставил старая. Проблем у меня не было, что с той, что с этой, в плане, там, разгонов, воблинга и всякой херни. У меня этого не было, может быть, если там после 50 начинается что-то, я не знаю, на 45 у меня ни разу колесо не трясло, никаких проблем не было, его вот так вот не водило, я просто не знаю, что это такое, я не такой опытный в моноколесах, скажем так. В общем, с ним у меня было все в порядке, я ездил отлично, то я, в общем, сделал за эту зиму. Я поменял педали, я поставил педали от Inmotion, купил я их где-то за 400 копейками на, по-моему, новогоднюю распродажу, в общем, была какая-то дикая распродажа, ну, 4 с чем-то тысячи для меня это было классно, ну, то есть, по сути, ничего такого я не потратил, они реально гораздо удобнее, встали без всяких проблем, то есть, вот все как давалось, все встало без проблем. Что касается вот этой штуки, которая вы сейчас видите, да, это шланг от кальяна, я его прикрепил зип-лентами. Скажу почему. Изначально я взял 3D-принтер, взял модельку с интернета, немножко переделал, в общем, там была платная модель, я сделал такую же бесплатную. Короче, напечатал я себе такую красивую салатовую штуку, пластиковую, взял ее просто вот. У меня, благо, ремонт идет, и об косяк ее так стукнул. Совсем не сильно, скажем так. Ну, знаете, когда вы его везете за ручку, иногда бьетесь педалями. В общем, этот пластик разлетается, печатал я из АБСа, разлетался на раз, думаю, нафига мне это надо, в общем, печатать постоянно, причем вот по времени дофига. Как-то она выглядит, ну, выглядит она лучше, конечно, чем вот эта вот, но по эффективности гораздо хуже. Эта штука, я уже бил с ней немереное количество раз. У меня сын учится сейчас кататься на моноколесе, он ее долбил, и об бордюры, обо что только не долбил. Единственный раз вот эта зип-лента одна отлетела, я поставил новую. Вот все остальное, она даже не меняет внешний вид, то есть она даже не коцается, поэтому у меня и педаль будет новая, и по сути мне не жалко ее приставлять там к стенке, ничего. Ну, я просто люблю следить за колесом, поэтому для меня покоцанные вот эти все педали вдрызг, мне кажется, это лишнее. Вот за 250 километров, короче, она в идеальном состоянии, ничего не потерлось, в общем, она как новая, ничего не болтается. Пару раз я вот здесь закручивал, да, вот здесь, когда ее поднимаешь, да, она падает, естественно, нужно немножко подтягивать. В общем, в данный момент у меня все нормально. Поставил вот сюда вот заглушки, напечатал их на 3D принтере, не знаю, зачем они нужны, я в дождь тоже особо не катаюсь, но на всякий случай поставил, в общем, теперь он мне стоит на этих заглушках. Я напечатал проставки, которые, по идее, тоже должны беречь мое колесо, от попадания влаги, соответственно, в подшипники, чтобы подшипники работали дольше. Как вы видите, вот это вот старые сейчас перед вами подшипники, с ними после 250 километров я пару раз ездил в дождь, ну, попадал в дождь, это нормально, то есть я в дождь конкретно не езжу, но бывает, когда ты попадаешь, попадаешь в лужи, как вы видите, с подшипниками все нормально, они не заржавели, в общем, вода туда явно не попала. Что касается новых, я думаю, ну, раз прислали 3D принтер, надо, естественно, напечатать, все это дело напечатал, поставил, я скачал уже готовый проект. Немножко его переделал, я сделал его чуть пошире, чуть-чуть заострил вот здесь вот передние штучки, чтобы, ну, грубо говоря, он смотрелся не таким громоздким, и вообще салатовое прям, на мой взгляд, смотрится отлично. Когда я поставил моноколесо, здесь вот этот вот провод, он прям намного длиннее, по-моему, старого, и он намного мощнее старого вот на ощупь, то есть он жестче. Соответственно, просунуть было его проблематично, ну, не проблематично само просовывание, а вот чтобы он не заминался. Вот эти проставки по бокам, они у меня стояли все время снизу, чтобы педали были пониже, видимо, я учился, но я как-то к ним привык. Тут я решил, чтобы она до конца, когда пробиваю подвеску, чтобы она до конца не мяла этот провод, я их поставил наверх. Слушайте, мне стало настолько удобно ездить, я вам скажу, офигеть! Подвеска стала работать лучше, и плюс вот эта верхняя штука, она как раз не дает проводу прям сложиться до самого конца. Это, на мой взгляд, идеальный вариант. Ну, по крайней мере, вот сейчас, пока я езжу, пока вот я в лесу прыгал, очень классно. Что касается резины на колесо, мне ее не прислали, я ее тоже заказал, тоже была распродажа, честно вам скажу, не помню за сколько. В общем, я ее заказал, мне ее прислали, я ее сразу же поставил на новое колесо. Естественно, предыдущее я тоже оставил. Что могу сказать? Мне оно почему-то показалось более маневренное. Я не знаю, может быть, я что-то себе придумываю, но мне стало гораздо проще на нем поворачивать. И вот когда ты едешь, у меня здесь на аэропорту есть место, где, короче, много брусчатки, на том колесе, у меня такое ощущение, что у меня как-то болтало, здесь это более уверенное. Плюс, естественно, по грязи, и огромный, огромнейший плюс, ребят, вот честно вам скажу, за счет того, что она с таким протектором, она охренительно залазит на ступеньки. То есть ты подъезжаешь к ступеньке, просто давишь его вперед, и у него нет вот этого прокрута. Он идеально тихо залазит. То есть по ступенькам я теперь подымаюсь просто великолепно. Не знаю, мне это очень нравится. Дальше. Короче, с колесом мне лично резина понравилась. В лесу, естественно, она вообще офигительная. Даже вот когда мы прыгали, прям вообще идеальный вариант. Плюс, она чуть-чуть, наверное, шумнее, чем обычно. Если обычно вообще не слышно, то это, конечно, когда ты раскручиваешь, ее слышно по асфальту, это огромный плюс. Народ начинает как бы реагировать, когда ты прям сзади едешь. Это, ну, для меня это тоже плюс, чтобы ты ей, извините, пожалуйста, вы не могли бы отойти, да? Вот вместо вот этой фигни, как бы народ уже, по крайней мере, смотрит на тебя. Дальше. Что касается вот этой верхней ручки. Она у меня теперь не болтается. Я тоже напечатал на 3D принтере. Скачал как раз вот с этой группы модельку. Он напечатал вот эти проставки. Они у меня вот здесь вот еще две штуки есть. Вот таким вот образом они выглядят. Старые, естественно, я выкинул. Вставил туда новые. Что могу сказать? Первые, наверное, дня 3-4. У меня ручка вообще не выскакивала. Сейчас все это дело притерлось. Все фиксируется. Она настолько мертвая, вы себе не представляете. Это просто обалдеть. Я вытянул пружины, поставил вот эти вот втулки. Я не знаю, как она называется. Идеальная вещь. Вот просто самое лучшее, наверное, что я сделал. Меня так бесило вот это вот дребезжание ручки. Теперь вот вы видите. Я не знаю. Ну вот эта вот кнопка прыгает. Вот она, кнопка сама. Сама ручка просто. Она мертвая. Я не знаю, что с ней надо сделать, чтобы сломать. Она вообще не ходит. Просто суперская штука. Поэтому всем рекомендую. Если есть возможность, вот эти штуки печатайте. Я напечатал с АБС пластика. Тоже салатовый. Думал, будет красиво. Но их не видно. Чем я стал заниматься дальше? Мне нужно было ручки. Вообще, в принципе, все это началось по большей части из-за ручек и из-за того, что мне прислали новое колесо. Ручки я сделал из алюминия. У меня были уголки. И, короче, я из этих уголков вытащил себе вот эти две ручки. Причем передняя у меня гораздо тоньше, чем задняя часть. Вот из такой вот алюминиевой штуки, которую я тоже нашел в гараже, я выпиливаю вот такой вот. Будет как-то так. Ну, вот это я, наверное, отрежу. Возможно, как-нибудь так, чтобы было красиво. Как-то так. Не знаю. Видно вам? Нет? Снимаю на телефон. Нет времени снимать на что-то другое. вот в эти вот три дырки постараюсь ее засунуть. Так. Спустя несколько часов получилась вот такая вот штука. Смотрите, я купил такие вот ручки. Здесь пока еще все не допилено, не доделано. Но в итоге все должно быть крепко. То есть, пока она болтается, сама вот эта штука, она мертвая. То есть, поднимать за нее один кайф. Рука влезает, ничего не бьется, очень удобно. Единственное, чтобы она не крутилась, надо сделать. И, соответственно, будет с этой стороны то же самое. Выглядит, по-моему, очень даже ничего. Не знаю. Обязательно напишите, что об этом думаете. Кому ручку я сделал вот таким образом. Я вкрутил сюда саморез. Здесь идет полипропиленовая трубка обычная от унитаза или я не знаю от чего. И вот здесь вот какие-то у меня такие были штуки специальные вот именно для унитаза, чтобы болт не болталась. В общем, теперь она не прокручивается. Теперь она не болтается. Осталось вот здесь положить резинку и зажать ее с двух сторон вот таким образом, чтобы она не прокручивалась. И, естественно, вот этим саморезом вниз его никто никогда не увидит. И он, как вы видите, не мешает. То есть, ну, рука нормально за него держится, он не торчит. И ручка достаточно симпатичная, если ее сполоснуть. В общем, вот такая вот фигня должна получиться. И полипропилен я еще вставил на синюю изоленту. Но без нее, сами понимаете, ну, невозможно что-то сделать у нас. Собрал себе вот такую штуку. Сейчас я их выровняю. Вот здесь вот уже выровнял, чтобы они были аккуратненькие. Ну, по крайней мере, чтобы они были одинаковые. Наверное, немножко сделаю углы. Ну, по крайней мере, с этой стороны их можно стесать. Здесь может быть чуть-чуть поаккуратнее, хотя мне более угловой вариант такой нравится. Мне кажется, с углами смотрится как-то солидней. Они вроде не мешают особо. Здесь вот это надо все подровнять. Видите, мне немножко неровно отрезано, но все это уйдет. Так что, финальный результат вам покажу. А здесь сделал все элементарно. Нашел какую деревяшку, прикрутил болгарку и все очень удобно, ровненько делаешь. Так, вот так должна выглядеть передняя. Не знаю, пока как по размеру. Одну выпилим. И вот здесь второй кусочек остался. Она чуть потоньше, чем задняя. Ну, посмотрим, как будет по крепости. Вот, пока пилю вот таким вот образом. Вот эту штуку я сделал специально, чтобы крепить верхнюю вот эту пролоновую хреновину. То есть, когда она будет опускаться, вот эти два болта будут заходить естественно сюда. Я попытаюсь посадить это на клепки, но пока не знаю как. Внешне должно это выглядеть как-то так. Не знаю, сейчас пока это выглядит страшно. Но должно выглядеть нормально. Да, сейчас у меня перекосячено, просто я неровно вставила. Во-первых, удобно то, что ты можешь это колесо по сути, да, ставить любым образом. То есть, оно вот так вот может стоять. Оно может стоять на колесе и вот на этой ручке вот таким образом, если тебе нужно что-то делать. Плюс, естественно, она ставится на мою вот эту подножку, которую вы, наверное, тоже видели, если подписаны. Я ее тоже сделал из алюминия. Вот из такого куска профиля я сделал заднюю подножку. Ну, выглядит страшно, но получилось вроде хорошо. Во-первых, за ней очень удобно браться. Если ты в машину кладешь, удобно браться за эту штуку и вот за переднюю ручку. Если ты его просто переносишь, удобно браться за две верхние. В общем, за все удобно браться, честно вам скажу, я просто в восторге. Я думал, что я буду пользоваться больше передней ручкой, но передней ручкой я единственное, что когда едешь сидя, можно притормозить, чуть приподнять ее, ну и то не всегда пользуешься, а вот задней я его и придерживаю. И если вдруг что-то падает, ты за нее постоянно хватаешься, то есть это просто незаменимая вещь и она супер мощная. Вот честно вам скажу, получилось идеально. Я постараюсь все, что я купил, короче, все постараюсь вам оставить ссылки под видео, поэтому смотрите, вот все, что найду, все оставлю. Дальше взял вот эту фару за 700 рублей, она двух режимов, то есть там есть такой пучок, грубо говоря, бьет, и полный свет, ну, типа ближний, дальний, не знаю. Короче, все это дело я убрал, сделал так, чтобы работало автоматически все, подключил в тот же самый коннектор, я купил отдельно коннекторы, чтобы не портить мою оригинальную, так сказать, фару, думаю, если вдруг я что-то накосячу, чтобы я мог поставить и проблем не было. Плюс это более, скажем так, ее можно вот здесь откручиваешь и регулировать, как хочешь, то есть чтобы она била в глаза людям, чтобы она била на асфальт, чтобы она била под тебя куда хочешь. В общем, в этом плане мне кажется, что она удобнее. Что касается пищалки, она стоит у меня сейчас прям вот за фарой, она туда идеально вылазит, но сначала, когда я что-то там делал, мне нужно было почему-то эту пищалку сплющить, и я дебил взял фен, не разобрав ее, нагрел и хотел чуть сплющить, и в общем, внутри весь этот динамик сплавился, и он сейчас пищит еле-еле, я уже заказал новое, он сейчас приедет, я его просто туда поставлю, встал идеально, в общем, там места дофигища сзади, можно поставить еще кучу всего. Когда я снимал материнскую плату, вот я ее всю вытащил, там идет термопрокладка, которая вся порвалась моментально, я заказал абсолютно такую же термопрокладку с Алиэкспресса. Так, у меня все проходит в полевых условиях, видите, я положил вот сюда вот новую термопрокладку, содрал лишний слой краски, почему-то здесь был лишний слой краски, вот так вот теперь у меня все это дело пока выглядит. Все, сейчас буду менять, сейчас вот устанавливаю вот эти запчасти новые, и посмотрим, будет ли это все дело работать или нет. По поводу вот этого заднего брезговика, он у меня работал нормально. Кстати, сегодня я приехал, вот был дождь, я ехал под дождем со скоростью 35 километров, я специально заметил, под дождем доехал до дома, ну просто вариантов не было, выезжал, было сухо, обратно пришлось под дождь ехать. 35 километров в час, у меня штаны светлые, были идеально белые, то есть никакой грязи у меня не попало, видимо, за счет вот этой, вот у меня очень много вот здесь вот грязи, отсюда прям льется, когда ты останавливаешься, прям вода капает. Плюс я поставил вот такие вот штуки вместо старой вот этой пластиковой хрени, во-первых, она выглядит лучше, во-вторых, она в принципе лучше, легче, и сломать ее невозможно, потому что она мягкая. Я поставил ее на клепки, на старую вот эту железку, то есть я ее в четырех местах просверлил, заклепал, и по сути, ну по сути я ничего не делал. То же самое у меня оставалось спереди, цена вопроса что-то в районе трехсот рублей было. Спереди то же самое поставил, заклепал, вот так вот ее скрутил немножко, абсолютно чуть-чуть струбциной, и феном прошелся сверху. И она у меня получилась вот такой вот формы, то есть мало того, что это удобно, когда я прыгаю, когда работает подвеска, что бы в общем я не делал, даже если в машину кладешь, вот она вот так приплюснулась, потом она обратно встала, проблем вообще никаких нет, она не ломается, уже два раза в машине клал, а колесо падало два раза. Скажу сразу, при падении колеса передняя ручка, потому что она тоньше, она взяла на себя удар, и я не знаю, видно вам, не видно, в общем она немножко перекосячилась, в планах все-таки найти, наверное, в гараже такой же алюминий, толстый, как сзади, и, ну грубо говоря, выпилить такие же ручки, поставить здесь в принципе пять минут. Каждая ручка держится на трех болтах, и естественно лампа держится уже вместо между ручки. По сути ручка очень крепкая, потому что вот здесь вот перегородка, лампа железная действует как перегородка, и плюс еще вот эта алюминиевая хрень, на которой подушка держится, еще одна перегородка, ну и на трех болтах к корпусу. То есть по сути там, я не знаю, что должно быть, чтобы оно сломалось. По подвеске вот эти болты, которые мне естественно посоветовали спилить, они вот эту основную трубу, они протирают. Честно вам сказать, когда я разобрал колесо, после 250 километров пробега, на этих трубах ничего не было, но все равно я каждый болтик вытащил вот из этих четырех, я его естественно немножко закруглил, запилил, совсем чуть-чуть, потому что в принципе ничего он и не оставлял, думаю, но на всякий случай уже надо, блин, это какое-то стадное чувство, думаю, все делают, бляха-муха, надо сделать. В общем, я то же самое сделал. Что могу сказать по подвеске? Она у меня не стучала, она у меня не стучит, она у меня отлично ходит, я не знаю, я не менял никакие башенки, я туда даже не стал лезть, я думаю, если будет что-то хреновое, я обязательно сделаю. Возможно, это из-за того, что я по лужам, по грязи прям совсем не мотаюсь, хотя по грязи я мотаюсь, но я приезжая домой, я все протру, и у меня по сути все чисто, плюс вот эти вот брызговики новые, которые я поставил, они внутри чуть пошире, и соответственно грязь наверх не летит. Здесь вот я поставил такую резиновую хренотень с Алиэкспресса за 200 рублей 2 штуки, у меня еще где-то валяется еще в общем одна на всякий случай, единственное, что я ее сверху, там где меньше всего попадает грязь, я ее продырявил, потому что из-за того, что она туда так насела идеально мертвая, она прям надувалась, был очень странный звук сначала, такой, когда подвеску, она видать, я не знаю, не выпускала воздух, как будто вот шарик, знаешь, зажимаешь, когда воздуха там много, вот то же самое было с ней, в общем, я сделал маленькую дырочку, и воздух оттуда стал выходить, и по сути, идеальный вариант, но она в принципе даже не пачкается, вот я сейчас смотрю, я ее не протирал, не трогал, не знаю, идеальный вариант в этом плане, ну на мой взгляд, за 200, там с копейками рублей, работы на 2 минуты, так, если интересно, кому-то вот это вот я написал, маркером, купил какой-то на Алиэкспрессе маркер, не знаю, что за маркер, я его уже не найду, наверное, в общем, не знаю, зачем я это сделал, мне было просто скучно, после всей вот этой доработки, которая сейчас здесь стоит, колесо весит 31,8 килограмм, я не знаю, почему, я взвешивал на двух разных весах, вот сейчас специально перед съемкой данного видео, тоже пошел взвесить, 31,8, 32,100, вот два раза он мне показывал по-разному, в общем, будем брать среднюю, 32 килограмма, все это дело весит, делать здесь вот эту защиту для батареи, честно вам скажу, пускай там никто не обижается, в группе бегут Т4, потому что, ну не знаю, выглядит это как, я не знаю, становится какой-то квадрат ужасный, и дизайн, который я, в принципе, за который платил деньги, который мне понравился, он летит коту под хвост, и получается какая-то ужасная хренатень, поэтому я решил оставить так, подушкам к этим я привык, возможно, я их каким-то образом поменяю, я уже нашел вещи, которые можно просто напечатать вот сюда сверху, и, соответственно, приклеить уже какие-то подушки, которые я могу заказать, но пока они меня, честно говоря, устраивают, для вот моих потребностей, ездить по городу, там с детьми отдыхать, в парке еще где-то, да я даже вот попрыгал первый раз, второй раз в жизни, и, не знаю, каких-то, в общем, проблем я не испытал с этими подушками, я уверен, что с более навороченными, наверное, это удобнее, но меня пока устраивает, честно вам скажу, я очень доволен колесом, и если бы я не знал про все вот эти переделки, может быть, я бы и не заморачивался, и может быть, все это вышло как-то боком мне, я особо не парился, у меня было свободное время зимой, я сел вечером, часик поковырялся, там через два дня еще часик поковырялся, было место, где его положить, разобрать, в общем, я не парился, делал себе в кайф, как, знаете, с машиной в гараже, только в гараж не надо было зимой идти, а просто зашел в комнату, грубо говоря, что-то поделал, и его оставил там, так что, не знаю, я пока не намерен вообще менять, ни на какое другое, возможно, если я что-то, там, я не знаю, протестирую, или кто-то даст на обзор более мощное колесо, я с удовольствием попробую, возможно, я и захочу что-то там помощнее, но пока мне выше крыши, в общем, я считаю, что городской вариант, тире, город, тире, я не знаю, там, парк, лес, вот именно покататься, половить кайф, то, что ты можешь заехать практически куда хочешь, на любой бордюр, сидеть мне на нем, честно вам скажу, тоже очень удобно, ну, у меня немного жопа болела первый день, ну, именно вот из-за сидушки, но так вот, чтобы ты проехался, когда у тебя ноги устали, посидел, я не знаю, там 10 минут у тебя есть, там прямая какая-то дорога, ты вздохнул, попил водички, встал, дальше поехал, единственное, что я до сих пор не могу на месте кататься, то есть вот это вперед-назад, для меня это какой-то ужас, я пока не могу научиться, я не понимаю вообще, как это действует, поэтому, если вдруг мы все моноколесники, когда-нибудь этим летом встретимся, буду очень рад, если вы меня научите, в общем, друзья, с вами был я, Макс, это канал Шестеренка, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok